Новости нашего города на телеканале Котлас 24. Здравствуйте, в студии Нелли Филатова. Смотрите выпуски. Котласское ДРСУ приступило к масштабным ремонтам городских дорог. Сегодня во всем мире отмечается День музеев. В Котласском краеведческом в честь этого гостям приготовили особую программу. Стрелок из Котласа стал абсолютным победителем в первенстве области по стрельбе среди юниоров. На этой неделе к ремонту дорог в городе приступила компания Котласское ДРСУ. Местные дорожники выиграли сразу три муниципальных контракта. Работы ведутся на Болтинском шоссе на проспекте Мира, у школы искусств Гамма, на улицах Олега Кашевого и Ульянова. Отремонтирована будет парковка у городской больницы и часть городских тротуаров. Большой фронт ремонтных работ проведет этим летом на городских дорогах компания Котласское ДРСУ. Они выиграли сразу три крупных муниципальных контракта. Самый масштабный объект, к которому уже приступили – участок дороги протяженностью 1 километр 200 метров на Болтинском шоссе. На данный момент произведены работы по фрезерованию всего участка. Приступили к устройству выравнивающего слоя. Колейность превышала всевозможные параметры. На некоторых участках доходило до 8 сантиметров, поэтому фрезе приходилось отрабатывать очень тяжело. Ужасное было состояние дороги. Постоянно ямы, постоянно лучшие, не знаешь, как объехать. Три года назад хорошая была. А сейчас уже, да, уже все ей хана. Участок дороги по Болтинскому шоссе должны заасфальтировать и отсыпать обочины. Покрытие 5 сантиметров выравнивающего слоя асфальта и 4 сантиметра верхний слой. Стройнадзор проверяет работы на каждом этапе. В рамках этого контракта заключен договор субподряда с Котловским АБЗ. Они проведут ремонт проезжей части по улицам Ульянова и Олега Кашевого, а также части городских тротуаров. Срок контракта – 31 июля. Еще один объект, где сейчас уже работает Котловская ДРСУ – участок дороги по проспекту Мира от перекрестка с улицей 70 лет Октября до Стеллы. Стоимость этого контракта более 21 миллиона рублей. На участке уже демонтировали бордюрный камень, сейчас идет фрезерование. А вообще здесь будет выполнен полный комплекс работ. Помимо асфальтирования будут подняты ливневые колодцы, сделают лежачий полицейский в районе пешеходного перехода. Все материалы, которые используются на данном объекте, мы по возможности приобретаем на юге Архангельской области. И бордюрный камень с этого года производит тоже наше предприятие «Капитал», которое находится на Котлос-Северном. Третий контракт ДРСУ – парковка у школы искусств «Гамма». Сейчас подготовительными работами здесь занимается субподрядчик. Вывозят демонтированный бордюр и приступают к установке ливневой канализации. Запланировано 4 колодца, 2 ливневых колодца и 2 отстойника. И прокладка ливневых труб уже в существующую ливневую канализацию. Увеличится и площадь парковки у «Гаммы». Ее расширят в сторону дороги. Стоимость работ по этому контракту – 3 миллиона 837 тысяч рублей. Зашли мы в город и здесь мы хотим остаться и работать качественно, потому что репутация превыше всего. Хотим показать, что дорожники Юго-Архангельской области ничем не хуже, чем другие. И мы готовы справляться на самом деле с большими объемами, лишь бы было финансирование. В Котласе началась противоклещевая обработка. Раствором акарицидного препарата опрыскивают общественные территории, городские и детские площадки, парки, скверы, кладбища. Дезакоризацию в Котласе выполняет компания из Великого Устюга, выигравшая аукцион на выполнение этих работ. Вещество, которое убивает клещей, подают из специальных мотораспылителей. Во время проведения противоклещевой обработки местным жителям, а также животным, необходимо держаться на расстоянии. Вещество может вызвать отравление, если попадет в дыхательные пути. В течение трех-пяти дней лучше воздержаться от прогулок по обработанным территориям. К происшествиям очередной пожар произошел сегодня ночью. Во дворе дома Поленина 188 горели деревянные сараи. На тушение прибыло сразу несколько подразделений огнеборцев. По словам местных жителей, около половины 12 ночи они услышали громкий хлопок. Почти одновременно с этим возникло пламя. Оно быстро перекидывалось с одной деревянной постройки на другую. Приехавшие пожарные не дали огню распространиться на жилые дома. Их обитателям не пришлось эвакуироваться. А вот имущество, которое люди хранили в сараях, полностью уничтожено. Всего выгорело около 150 квадратных метров построек. Причины пожара сейчас устанавливаются. Сейчас мы прервемся на небольшую рекламу, после которой продолжим. Оставайтесь с нами. Светлана Пермякова, Илья Алексеев, Анатолий Катенев, Анатолий Гущин и Любовь Тихомирова в комедии «Если любит, простит». 1 июня Котловский дворец культуры. Любители цветов, внимание, компания «Ваш цветочный стиль» рада предложить огромный ассортимент цветочной рассады. В продажу поступили более 20 самых популярных сортов гортензии метельчатой, зимостойки и по очень доступным ценам. «Ваш цветочный стиль» – Котлас, павильон между торговым центром «Адмирал» и торговым центром «Фрегат». Впервые в Котласе выставка животных «Белый кенгуру», говорящие попугаи, обезьяны, дикобразы, еноты, мини-бегемотики и много других животных. Торговый дом «Витязь», «Милентьева-9». Большая распродажа белорусской обуви по цене всего от 1900 рублей. Она удивительно практичная, очень хорошо на ноге сидит. Легкая, облегченная, особенно для пенсионеров. С 11 по 20 мая. Котлас, улица Милентьева, 18, Дом культуры. Продолжаем программу. 18 мая во всем мире отмечается День музеев. В этом году он проходит под девизом «История и истории». Познакомить с многими интересными фактами готовы и сотрудники Котласского краеведческого музея. Сегодня экскурсии там продлятся до 10 часов вечера. Целый день в Котласском краеведческом музее сегодня проходят лекции-экскурсии. Тематика абсолютно разная, да и посетители всех возрастов. Так, например, мы будем рассказывать и о полиентологических раскопках профессора Малицкого. Будем рассказывать о том, как называется город, и почему у него такое название, и какие есть еще в других местечках похожие слова, созвучные названию нашего города. Также у нас очень интересная экскурсия состоится под руководством нашего Сергея Александровича Гладких. «История от историка». Он проведет обзорную экскурсию по Котласскому краеведческому музею. В проведении лекций и интерактивных занятий задействованы все сотрудники музея. Включены в праздничную программу экскурсии по недавно открытым выставкам. Например, дары и дарители. Общая тема этого праздничного дня – «Истории и история». И каждая экскурсия – это маленькое открытие. Долго догадались. Семена, семечки. Семена совершенно. Вот эти семена, которые мы с вами посели, они потом созревают вот в этих коробочках, в этих шариках. Сегодня нас также музей пригласил на льняные истории. А до этого мы ходили сюда на знакомительную экскурсию, где по всем залам с нами провели знакомство с музеем. И дети познакомились с историей города. Часть экскурсии можно посетить и после праздника. А чтобы побывать, например, на шумных историях, придется ждать следующего дня музеев. Сегодня, 18 мая, в Школе искусств «Гамма» состоялась ежегодная церемония награждения лучших студентов педколледжа по итогам 2022-2023 учебного года. В Котловском педагогическом колледже существует традиция. В мае на торжественной церемонии «Гордость колледжа» статуэткой Ника награждаются студенты, проявившие себя за учебный год в различных сферах. До этого ребята трудились, не покладая рук, прошли специальный внутренний отбор и голосование. «Гордость колледжа – это то звание, которое ко многому обязывает». Номинации проекта в этом году 10 «Староста года», «Профессионал события года», «Творчество спортсмен года», «Научный олимп», «Студенческое призвание», «Волонтер года», «Первые шаги» и «Группа года». Каждая номинация – это целое созвездие ярких студентов, а наша церемония будет напоминать «Звездопад». Имена первых победителей озвучила директор второй школы Светлана Ярыгина. Наша школа ежегодно становится площадкой для проведения практики студентов Котловского педагогического колледжа. Ну а затем самые лучшие из лучших вливаются в наш профессиональный коллектив, где мы им создаем возможности для профессионального развития. Победитель в номинации «Профессионал» среди специальностей сервиса – Токмакова Анастасия. Победитель в номинации «Профессионал» среди педагогических специальностей – Булыгина Вероника. Одной из победительниц в категории творчества, как и в прошлом году, стала Анна Даманова. Она занимается музыкой. И последний конкурс, в котором они присвоили звание лауреат первой степени, был международным. На нем девушка выступала в номинации «Эстрадный вокал». На самом деле это очень ценная награда лично для меня. Это мое достижение, к которому я очень долго стремилась, чтобы меня заметили, меня увидели. А сейчас я ее поставлю на самую высокую полку в своей комнате, и вот вторая моя награда будет меня радовать. Еще одна номинация «Волонтер» появилась лишь в этом году. Победитель в ней был только один. Победитель в номинации «Волонтер года Поршнева Елизавета». Разбавляли торжественные речи ведущих звездные номера известных в городе артистов. Мы представляем команду КВН от корпуса первого и второго, от Котловского педагогического колледжа. Мы создали эту команду и представляем юмор, который основывается на педагогических реалиях. Мы обыгрываем ситуации, которые связаны с педагогической деятельностью. Имена победителей номинации участников проекта «Гордость колледж-2023» и совсем скоро появятся на официальном сайте Котловского педагогического колледжа. В Архангельской области продолжается прием заявлений на предоставление сертификатов на оплату путевки в детские лагеря. До 31 мая можно записаться на третью смену. Также открыта запись на четвертую и пятую смены. Северный Артек, Авангард, Санаторий Солониха и Бобровникова, Ватса-парк – самые популярные места отдыха для котлашан от 6 до 17 лет. Заключить договор с лагерем на приобретение путевки и подать заявление можно в Центре социальной защиты. Кстати, специалисты центра могут помочь получить сертификат на оплату путевки по сниженной стоимости. У нас есть три вида сертификата. Первый сертификат – это повышенный сертификат, которым могут воспользоваться дети, их родители для оплаты путевки. Это дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. К ней относятся дети из малоимущих семей. А может, это будет ребенок-инвалид. А может быть, это дети под опекой. А может быть, это будут дети участников СВО. Следующий сертификат – это будет льготный сертификат. То есть, льготным сертификатом могут воспользоваться многодетные семьи или дети, которые победители или призеры соревнований Олимпиад. А может быть, это будут дети из семей, доход которых ниже двух величин прожиточного минимума. Если ни к одной категории данная семья не относится, то можно получить сертификат без льгот. Прежде чем получить сертификат, необходимо выбрать подходящее место отдыха. Полный перечень опубликован на портале Минтруда занятостей и соцразвития Поморья. Там же можно ознакомиться и с размером стоимости сертификата. Сейчас родители определились с детьми. Это, естественно, Ватцапарк, Солониха. Дальше у нас определились Бобровниково. Но немного заявлений подали за пределы Архангельской области. Это Южное побережье. Знаете, куда не хватило? В Северный Артек. Вот туда, а там желающих почему-то много не хватило. Отметим, что повышенный сертификат будет покрывать более 50% стоимости путевки. Льготный – до 40%. Сертификат без льгот – до 30%. Оплачивается полностью либо частично и проезд. Плюсов от пребывания в детских оздоровительных лагерях много. Он будет под присмотром, он будет накормлен, он будет занят, он будет развиваться. Если это санаторный лагерь, соответственно, он получит оздоровительные услуги. То есть это очень полезно для детей. Далее о спортивных победах. Котлашанин Иван Шалак стал абсолютным победителем на первенстве области по стрельбе среди юниоров до 19 лет и привез домой сразу две золотые медали. На табло результат 40 выстрелов из пневматической винтовки Котлашанина Ивана Шалак на первенстве Архангельской области по пулевой стрельбе. 395 очков из 400 возможных. Это стало его путевкой в финал, куда отбирали шестерых лучших стрелков. За счетом 16-10 первенство Архангельской области выигрывает Шалак 2. Был мандраж небольшой, треслись руки. Но в целом я справился со своими нервами и чувствами. Все приходит с опытом. Чем больше соревнований, тем я чувствую себя спокойно в своей тарелке. Потому что это уже был, ты через это проходил и у тебя начинает получаться все лучше и лучше. Ты делаешь все меньше глупых ошибок и достигаешь тех результатов, которые ты желаешь. И первое место как в квалификации, так и в финале занял Шалак Иван. Иван проявил самые лучшие бойцовские качества. Стреляем 60 выстрелов, хотя бы еще 99 и 98 он был мастером спорта на России. Кроме Ивана на финал соревнований попали еще четверо ребят из Котласа. Девушки Софья Наквасина и Дарья Вершинина, юноша Андрей Копосов и Максим Гриньков. Кстати, впервые в этом году на первенстве области можно было получить сразу две медали. За 40 зачетных выстрелов и по итогам финала, который был организован впервые по олимпийской системе плей-офф. На третьем месте Криньков Максим с результатом 197,9. То есть стреляется 15 выстрелов, после чего двое худших сразу пятое и шестое место выбывают. По итогам вторых пяти выстрелов определяется третье и четвертое место. И затем идет уже стрельба на выявление абсолютного победителя. Вот. Матч-пойнт, так называемый. Идет стрельба до 16 очков, кто первый наберет 16 очков. Если они идут ровно, значит последний выстрел определяющий. Огневой рубеж. Позиция «Ф». Вершинина Дарья, кандидат в мастера спорта, представитель города спорта. Заряжай. Старт. Первые две серии, то есть 5 и 5, я была на втором месте, но на третьей серии у меня три выстрела ушли вправо. Я дала поправку и благодаря этим выстрелам я оказалась на пятом месте, так как остальные девочки настреляли лучше. И шестые и пятые места ушли. На пятом месте Копасов Андрей, 144,2. В первой серии я очень разволновался. Попал в две семерки, тем самым ухудшив свой результат. Но, конечно, к концу я собрался, но ничего не получилось. Там была очень такая атмосфера, там играла музыка, все мешало. Вот, наверное, из-за этого и не получилось. Всего в состав Котловской команды вошли 10 стрелков до 19 лет. Конкуренцию нашим ребятам составили еще 23 спортсмена-винтовочника из Архангельска, Северодвинска, Новодвинска, Мирного, Устьянского и Конорского районов. Всего в состязаниях приняли участие более 60 человек. Стрелки работали с полной самоотдачей. Я не могу сказать, что я кем-то из них недоволен. У нас ездило две девушки первый раз. Это Кира Копасова и Ксения Соловьева. Они тоже достойно сражались. Кире не хватило вообще одного очка до выполнения первого разряда. Ксении чуть побольше. Наша команда была самая многочисленная. То есть это говорит о том, что стрелковый спорт в Котласе на подъеме. Котласа побаивается откровенно и не зря, как показал конечный результат. Кстати, обладатель двух золотых медалей Иван Шалак получил приглашение на первенство России. Пока от заманчивого предложения юноша отказался в пользу предстоящих выпускных экзаменов в школе. Однако тренировки по пулевой стрельбе посещать продолжает. Завершает выпуск потребительская информация. В Котласе продолжает работу выставка продажи белорусской обуви. Это настоящая находка для людей с проблемными ногами. Вальгусная деформация, плоскостопие, широкая стопа. Подобрать обувь в таких случаях крайне сложно. Летняя коллекция белорусской обуви – это мужские и женские модели из натуральных материалов, разработанные с учетом всех особенностей ног. Выставка расположилась в Котласском дворце культуры. Приезд в Котлас выставки белорусской обуви, как всегда, долгожданный. Покупателей принимают с самого утра, и многие из них уже постоянные. Я как раз в белорусскую обувь встаю. Мне очень нравится, не давит, и очень мягкий. Решили и на лето прикупить тоже здесь. Да, очень удобно. Новая коллекция – это мужские и женские летние модели. Легкие ботинки, туфли, босоножки и сандали. Большой размерный ряд и универсальные расцветки. И самое главное – белорусская обувь создана с заботой о здоровье ног. Вальгусная деформация, высокий подъем, широкая стопа – эти проблемы знакомы многим. Подъем, ступня широкая. Все время мучаемся. Берем на несколько корниров больше, растаптываем, а потом уже подходит. Это широкая косточка, у меня ноги болят, поэтому уже нужно что-то более помягче. Ну и как? Не, отлично, отлично, да. Спасибо. Обувь отличная, мягкая. Я уже не первый раз беру. Белорусская обувь – настоящая находка для людей с проблемными ногами. Гибкая подошва, широкий носок и обязательно небольшой каблук. Удобные застежки хорошо фиксируют ногу. На всех летних босоножках стоит полуортопедическая стелька с эффектом памяти, которая дополняет форму стопы, придает удобство и комфорта при ходьбе. Подошва на данной модели, она облегченная и весит не более 150 граммов. Еще один плюс – натуральные материалы. Они дышат и практичны в носке. Такая обувь прослужит не один сезон. Выставка продажи белорусской обуви работает в Котласе с 11 по 20 мая с 9 до 18 часов в Котласском дворце культуры по адресу Мелентьева, 18. У меня все на сегодня. Новости нашего города смотрите на сайте kotlas24.ru и одноименной группе ВКонтакте. Далее реклама и прогноз погоды. Всего доброго. Увидимся завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова